Минспорт Хакаси В случае рабочие пропилили лед на дренажном канале. Из лунки вода по шлангам поступает в снегогенератор. Под давлением маленькие капли воды вылетают из пушки и превращаются в снег. Но для работы такого аппарата нужны приличные минусовые температуры. У искусственного снега фракция ледяных присталов больше, чем у настоящего. Такие снежинки могут летать даже при ноле градусов. Так что тренировочный сезон увеличивается. У пушки довольно высокая производительность. За неделю можно создать трассу в 5 километров. В планах привезти в Абакан ратрах и подготовить профессиональную лыжню. Не хуже, чем в вершине Тюи, где трассы отвечают международным стандартам. В будущем мы договорились с главой города о том, что на этом месте у нас будет теперь развиваться лыжный стадион. И вот первые шаги по созданию мы пробуем как раз это сейчас. Лыжня – это первый шаг. Второй – это в данном случае и прокат лыж, это и место для переодевания и где-то согреться. Оборудование привезли из вершины Тюи. Там оно без надобности. Таежный поселок сам готов делиться снегом. Система мобильная, поэтому власти других городов и районов Хакасии могут на время взять пушку и создать для своих жителей лыжню. Так что теперь для поклонников этого вида спорта малоснежная хакасская зима больше не проблема. Ну а жителям и гостям столицы Хакасии напоминаем, на подготовку к массовому забегу осталось чуть больше недели. Лыжня России стартует 13 февраля.